Здравствуйте! 23 февраля – День воинской славы России, День защитника Отечества. Это праздник мужчин и женщин, принимавших и принимающих участие в защите Родины. Гость нашей программы всю свою жизнь посвятил военной службе. Знакомьтесь, военный комиссар Чувашской республики, полковник Бахтийор Холиков. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, почему выбрали профессию военного, с чего все началось? Детство проходило рядом с воинской части. Все свое свободное время с таким же мальчишками я, конечно, проводил там. Для нас всегда было интересно увидеть, как живут солдаты, офицеры и чем они занимаются. Вот все это заложено в детстве, стало главным в моей жизни в выборе профессии. С 1997 года прохожу военную службу на всех должностях. География места службы – вся наша страна. В июле 2020 года приказом министра обороны Российской Федерации назначен военным комиссариатом Чувашской республики. Женат, воспитывая троих детей. Вы руководите военным комиссариатом Чуваши с сентября прошлого года. Расскажите свои первые впечатления, когда прибыли в Чувашию. За годы службы пришлось побывать во многих городах России, город Чебоксары, вся Чувашская республика. Мне и членам моей семьи очень понравились. Моя семья с пониманием отнеслась к переводу к новому месте службы. Какие задачи сейчас стоят перед комиссариатом в мирное и военное время? В соответствии с положением о военных комиссариатах основными задачами являются обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, организации проведения мобилизационной подготовки и мобилизации, реализация прав граждан, уволенных с военной службы и членов их семьи, обеспечение социальным гарантием, включая пенсионное обеспечение. – 2020 год был непростой для нашей республики, да и для страны в целом. Расскажите, первый осенний призыв для вас в Чувашской республике, каким запомнился, какие были сложности? – Сразу хочу обозначить, что весенний и осенний призыв 2020 года установлено в задании штабом Центрального военного округа мы выполнили в полном объеме и в срок. Как проходил призыв? Сложно. В первую очередь, сложно заключалось в организации мероприятия направленной на недопущение заноса инфекции военной комиссариаты, призывные пункты, республиканский сборный пункт. Удалось эту задачу выполнить в полном объеме. Это благодаря слаженной работе личного состава военного комиссариата, но и поддержке органов исполнительной власти. – Как обстоят дела с допризывной подготовкой? По каким воинским специальностям можно обучиться? – Установленные военные службы по призыву, а это один год, предусматривается качественной подготовкой граждан к военной службе, в том числе по военно-учетным специальностям. Данную подготовку мы проводим на базе школ ДОСАФ России в Чувашской республике. База у нас здесь хорошая, там мы готовим специалистов водителей, водителей электромеханики, водителей парашютистов. Отмечу традиционно, Чувашская республика комплектованием вооруженных сил проводит в достаточно высоком уровне. – Где сейчас можно служить по контракту? В каких регионах? – Ежегодно мы с пунктом отбора по контракту отправляем наших ребят с территории нашей республики, порядка 500 человек, для прохождения военной службы практически наших земляков разных регионов нашей страны. На сегодняшний момент несколько тысяч наших земляков проходят службу по контракту в рядах вооруженных сил. – В республике активно развивается кадетское юноармейское движение. Какие между ними взаимоотношения? – В военном комиссариате создано отделение по военно-патриотической работе и работе с ветеранами, которые активно взаимодействуют с штабом юноармии. Я и мои заместители активно принимаем участие в реализации всероссийского проекта юноармии. Оказываем практическую и методическую помощь в подготовке команд для участия на межрегиональных и всероссийских мероприятиях. – Вот если молодые люди решат поступить в ВУЗы Министерства обороны, куда им нужно обратиться? – У нас в военном комиссариате республики создана и налажена тесная связь со всеми учебными заведениями Министерства обороны Российской Федерации. У нас ежегодно приезжают представители этих учебных заведений с нашими представителями, проводим различные мероприятия в наших школах в республике. Ребята доводят информацию и порядок поступления в ВУЗ, порядок прохождения военной службы, особенности военной службы. Мы каждый год отправляем, практически у нас получается больше 300 человек, больше 300 человек поступает и успешно наши земляки учатся в учебных заведениях Министерства обороны. Конкурс при поступлении в учебные заведения Министерства обороны практически одинаковый. – Бахтьеор Махмаджонович, что Вы можете пожелать тем, кто уже связал свою жизнь с профессией военного, и те, кто собирается сделать выбор? – Пользуясь случаем, хочу поздравить с праздником Днем Защитника Отечества. Уважаемые ветераны, товарищи солдаты, матросы, сержанты, прапочек, митчмены, офицеры, генералы. Поздравляю Вас с замечательным праздником, Днем Защитника Отечества. Желаю Вам, Вашим родным и близким, крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости, духа, успехов в деле воспитания подрастающего поколения и служения нашей Родине. – Бахтьеор Махмаджонович, спасибо Вам за интересную беседу, с праздником Вас. – Спасибо большое. – А я напоминаю, что мы общались с военным комиссаром Чувашской республики, полковником Бахтьеором Холиковым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова